здравствуйте в этом видео будем менять цвет обычной папки в windows а также добавлять папке иконку или другими словами значок сделаем это с помощью простой бесплатной программы на русском языке в конце видео удалим программу и вернем все назад если не понравится прежде чем начать хочу особо поблагодарить спонсора моего канала Олега Емельянова из Ленинградской области поддержка спонсора позволяет меньше отвлекаться и полностью сосредоточиться на создании новых полезных уроков спасибо а теперь приступаем в windows большинство папок одинаковые часто пользователи хотят изменить вид некоторых папок например чтобы быстрее находить их среди других или просто чтобы придать стандартному виду системы что-то свое существуют разнообразные темы и специальные наборы иконок для папок однако часто это бывает довольно громоздко изменения происходят слишком существенно можно быстро изменить вид одной или нескольких папок сделать это можно и стандартными средствами windows в этом видео рассмотрим другой простой способ бесплатную программу на русском языке в описании этого видео я добавил линк на официальный сайт этой программки под номером один нажимаю программа называется Folder Painter она работает во всех современных версиях Windows в десятке восьмерке и семерке несколько программ авторов с этого сайта sortum.org я уже рассматривал своих видео это выключатель обновлений Windows выключатель защитника Windows и редактор контекстного меню все эти программы работают отлично они полностью бесплатные и без рекламы поддерживают русский язык в описании этого видео найдете все эти ролики кнопка загрузки программы находится под вот этим описанием опускаемся ниже вот здесь есть контрольная сумма проверки файла на VirusTotal и ниже под рекламы маленькая серенькая кнопка Download просто нажимаю на неё на этой странице ничего нажимать не нужно нужно просто подождать загрузка автоматически запускается архив скачался сворачиваю браузер открываю папку загрузки это обычный zip-архив он распаковывается без дополнительных программ но можно распаковать и архиватор например 7zip в этом видео я подробно рассказывал об этом архиваторе я распакую архиватором делаю правый клик по архиву в контекстном меню навожу на пункт 7zip и выбираю пункт распаковать в и далее идет название архива архив распакован открываю папку для запуска программы здесь два файла каждый для своей разрядности давайте проверим разрядность Windows на этом ПК правый клик по этому компьютеру свойства и здесь видно что у меня 64-разрядная система закрываю запускаю вот этот файл если у вас 32-разрядная система запускайте этот программа запустилась это главное меню закрою проводник если программа запустилась у вас на другом языке то просто включите русский для этого нажимаем меню навожу на пункт Languages и выбираю из списка русский я подготовил несколько папок на рабочем столе ваши папки могут лежать где угодно в меню программы по умолчанию можно менять просто цвет папки и еще несколько опций о которых поговорим далее итак чтобы иметь возможность изменить цвет любой папки в любой момент делаю следующее проверяю что установлена галочка напротив первого пункта изменить значок папки и нажимаю на кнопку установить звук который сдала программа говорит о том что настройка сделано можно закрыть программу если теперь сделать правый клик по какой-нибудь папке то мы видим новый пункт в контекстном меню при наведении на пункт появляется дополнительное меню где можно выбрать любой цвет из предложенных я выберу для денег ну например зеленый цвет папка изменила цвет аналогично можно документы сделать например серыми навожу на пункт а музон например пусть будет красным в контекстном меню есть еще пара пунктов нажимаю первый пункт восстановить по умолчанию нажимаю при его выборе папка становится обычного системного цвета как будто и не было никаких настроек можно сбросить настройки сразу нескольких папок для этого выделяю их вот так перетаскиванием на одной из выделенных папок правый клик навожу на пункт восстановить по умолчанию цвет папок стал прежним кроме того прямо из контекстного меню теперь можно запускать программу если менять цвет как я показал только что то цвет у папок будет работать только на этом компьютере если вы к примеру скопируйте папку на флешку и откроете ее на другом компьютере то папка станет обычной программа позволяет зафиксировать цвет папки для этого нужно поставить вот эту галочку и нажать на кнопку установить нажимать на кнопку установить нужно делать после любого изменения в программе теперь если настроить цвет у папки то такой цвет у этой папки будет и на другом компьютере если вам не нравится загромождать контекстное меню пунктами которые редко используются то можно скрыть пункт программы для этого ставлю вот эту галочку использовать shift для вызова контекстного меню и нажимаю на кнопку установить снова закрываю программу если теперь кликнуть правой клавишей по папке то мы не увидим в меню пункта программы а вот если сначала нажать на клавишу shift удерживать ее и после этого сделать правый клик то пункт появляется как только меню открылось shift можно сразу отпустить в общем логично на мой взгляд мы ведь не каждый день разукрашиваем папки опять открою программу на время настроек можно снять эту галочку и нажать установить так будет удобнее настраивать название пункта контекстного меню можно изменить в этой строке например цвет папки нажимаю установить название обновилось кроме выбора цвета программа позволяет изменить иконку папки верхняя группа меню отвечает за цвет сейчас когда мы его переименовали ориентироваться в программе стало проще ниже программа имеет две группы готовых иконок я свернул группы более компактно как видно цвет папки у меня уже настроен эта галочка говорит об этом если я хочу добавить иконки то просто помечаю группы галочками и нажимаю установить закрою программу смотрим в меню появились два новых пункта первое меню и второе меню мы можем присвоить любую иконку любой папки давайте я присвою какие-нибудь иконки фото пусть будет значок номер 6 оплата пусть будет у нас из этой группы например вот этот значок музон пусть у нас будет вот этот значок документы ну например вот этот возможно есть какие-то контакты у вас и можно присвоить вот этот значок снова открою меню программы если вы не нашли в какой-то группе ничего интересного ее можно удалить из меню я для примера удалю вторую группу сверну все группы чтобы удалить меню не только из этого меню но и из контекстного меню сначала снимаем галочку и нажимаем установить а после этого чтобы удалить этот пункт из этого меню выделяем сам пункт и нажимаем удалить выбранное меню снова нажимаю установить теперь меню пропало и здесь и здесь обратите внимание что папка которую мы раскрасили значком из удаленной группы не изменилась программа присвоила новое значение иконки и папки и она осталась неизменным на сайте программы можно скачать готовые пакеты дополнительных иконок открываю страницу с которой мы скачали программу опускаемся вниз и вот здесь две такие папочки с кисточками этот архив размещен на яндекс диске а этот на гугл диске пакеты абсолютно одинаковые выбирайте удобное для вас облако я скачаю с гугла нажимаю пакет скачался icons.zip распаковываю открываю папку здесь 21 папка с иконками думаю что вас заинтересуют не все поэтому рекомендую добавлять иконки в меню поштучно для этого я не буду копировать эту папку с пакетами в папку с программой сделаю по-другому закрываю окно открываю программу сверну оба меню в меню программы нажимаю добавить новое меню при этом добавляется то меню которое мы только что удалили пока не будем обращать внимание на него просто сверну его если еще раз нажать на добавить новое меню то добавляется пустое меню это меню мы можем отредактировать по своему желанию сразу переименую его например мои значки нажимаю установить меню у меня есть но значков в нем нет выделяю первый значок в меню теперь нужно присвоить ему готовый значок из пакета для этого в строке целевой значок нажимаю на три точки в окне выберите значок находим папку куда я распаковал пакет она в папке загрузки Icons открываю здесь открываю к примеру тринадцатый пакет нажимаю открыть здесь есть вот такие иконки выделяю нужную мне иконку нажимаю открыть иконка присвоена нажимаю установить для второго значка повторяем выделяю его кнопка с тремя точками выделяю нужный значок открыть установить и так до тех пор пока не добавите нужной иконки это не так быстро но позволит вам избавиться от мусора и не захламлять меню ненужными значками если нужно закрепить иконки для других компьютеров то выделяем всю группу ставим галочку и нажимаем установить после того как нужные иконки добавлены можно удалить ненужное меню в корзину вот это сначала снимаю галочку затем выделяю меню удалить снова нажимаю установить закрываю я создам еще пару папок правая клавиша мои значки присваиваю значок остальные пакеты посмотрите сами возможно найдете что-нибудь для себя Folder Painter это портативная программа она работает без установки если программа вам не понравилась и вы решили ее удалить то достаточно восстановить вид всех папок в состоянии по умолчанию как я показывал ранее выделяю все папки правая клавиша восстановить по умолчанию открываю снова меню программы вот про эту кнопку я еще забыл сказать если вы сделали какую-то настройку но не увидели изменений то попробуйте нажать на кнопку перестроить кэш иконок часто это помогает мы с вами удаляем программу все папки сброшены чтобы удалить все пункты из контекстного меню просто проверяем что помечены все пункты то есть стояли все галочки и нажимаем на кнопку удалить программа закрывается правый клик меню нет нажимаю на Shift меню также нет меню полностью очистилась при желании папку с программой можно тоже удалить мы рассмотрели один из способов добавления иконки и изменения цвета папки иконки добавляли готовые часто пользователи хотят сделать собственные иконки из каких-то картинок или фотографий если тема интересная поддержите это видео своими щедрыми лайками если за неделю видео наберет 4000 лайков сделаю продолжение будем вваять свои иконки нескольких видов из подручных средств без дополнительных программ чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик если это видео было вам полезно ставьте лайки делитесь видео с друзьями спасибо я благодарю вас за просмотры лайки и комментарии отдельная благодарность тем кто поддерживает мой канал и подписывается на дополнительный канал спасибо всем зрителям желаю здоровья меня зовут Евгений Юртаев до встречи